СНОС ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ В ЛАДКАРИНЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИЕ АПТЕКИ НА ПРОЕЗДЕ ГОРБАЧЕВА ЛАДКАРИНСЫ ВНОВЬ ВЫШЛИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУБОТНИК ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАВ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРИВЕЛА В ОСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ОТНОСИТЕЛЬНО АПТЕКИ НА ПРОЕЗДЕ ГОРБАЧЕВА ПОДРОБНОСТИ В НАШЕМ СЛЕДУЮЩЕМ СЮЖЕТЕ ЛЮБЕРЕДСКИМ ОДЕЛОМ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВА 20 АВГУСТА ПОЛУЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ОРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОЛЬЗУ ВЗЫСКАТЕЛЯ КОМИТЕТА по управлению имуществом города Латкарина должником по которому проходит ООО Латкарина фарма исполнительный лист звучит следующим образом обязать общество, то есть должника освободить и передать земельный участок расположенный по адресу по которому мы сейчас проводим исполнительные действия то есть судебные приставы совместно с администрацией на основании решения суда на основании которого было возбуждено исполнительное производство проводят очищение города Латкарина от незаконных построек должник был надлежащим образом уведомлен решение суда он не исполнил поэтому судебные приставы совместно с администрацией производят этот снос и передачу земли собственнику на основании решения суда он не успел вовсе ввы 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В Латкарине продолжается снос аварийного жилья. На минувшей неделе эта участь постигла дом номер 10 по улице Парковая. АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаем, что данные работы проводятся в рамках реализации городской программы по сносу ветхого и аварийного жилья. Долгое время дом номер 10 пустовал. Его жильцов уже давно переселили в другие квартиры. При сносе дома были соблюдены все нормы техники безопасности. В ближайшее время запланирован снос стоящего по соседству и также аварийного дома номер 14 по улице Парковая. АПЛОДИСМЕНТЫ Продаются дома из-за цилиндрованного бревна разной планировки площадью от 125 до 200 квадратных метров. В Ступинском районе деревня Большое Скрябино, Оксининский сельский округ. Категория земли и землепоселений для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью прописки. Участки по 12 соток. На участке электричество скважина охрана. Круглогодичный подъезд ведется строительство газопровода. До Московского Большого кольца 6 километров. Возможно строительство по проекту заказчика и продажа незастроенных участков. Определен еще один почетный гражданин города. Лифт-ремонт получит в собственность участок в Зилгородке. Об этом и многом другом наш репортаж Совета депутатов. Очередное заседание народных избранников прошло 6 сентября. Повестка дня включила 15 вопросов, среди которых традиционные дополнения в бюджет. Наиболее важные изменения коснулись здравоохранения, благоустройства, образования и сферы культуры. 8 миллионов 401 тысячи выделено на предупреждение и борьбу с заболеваниями социального характера. Субсидии бюджету Центральной библиотечной системы на установку программного обеспечения и подключение библиотек к сети интернет составили 181 тысячу рублей. В дополнение к уже имеющимся средствам управлению ЖКХ выделены 26 миллионов на ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним. Кроме того, депутаты согласовали увеличение расходов на озеленение, установку детских площадок, благоустройство территории музея, капитальный ремонт детского сада «Яблонька» и ДК Центра молодежи, а также снос дома номер 10 по улице Парковая. Конкурсная комиссия по присвоению звания почетный гражданин города Латкарина рассмотрела кандидатуру директора колледжа МАКТЭП Владимира Гринева, начальника сектора филиала Центрального института авиационного мотора строения Анатолия Петухова и хирурга Центральной городской больницы Александра Огородникова. По предложению конкурсной комиссии депутаты согласовали кандидатуру Огородникова. Александр Викторович – заведующий травматологическим отделением Латкаринской больницы с 1995 года, оперирующий врач-травматолог-ортопед по оказанию экстренной хирургической помощи. Единогласно одобрены 8 кандидатур для занесения на доску почета, а также вопрос продажи земельного участка в детском городке ЗИЛ площадью 1400 квадратных метров для складирования лифтового оборудования фирмы «Лифтремонт». А вот продажа участка в том же ЗИЛ городке обществу «Промактив» для размещения складского комплекса по хранению автомобильных запчастей вызвала у депутатов немало нареканий. И вот почему. Люди должны отгонить деньги, как ли он, бюджет города, и не отдают. И хотят выкупить практически теми же деньгами, и это участвует. У нас есть решение суда, которое касается организации «Промактив». Я так думаю, что сегодня эта организация, наверняка, уже называется по-другому. «Промактив». Да, она называется «Промактив». Поэтому юридически определить «Промактив» какие-то мы сегодня претензии с нами не можем. Тем более эти решения судов, они остаются. И требования, эти законы. Пожалуйста, судебный пристав продолжает требовать с этих деятелей, кто там должен казнить и заводить уголовное дело. А мы сейчас, чтобы решить данную проблему, предлагаем выставить на аукцион. Получить в основном 15 там. Условно 17 миллионов рублей. Вопрос, несмотря на все противоречия, был согласован при одном воздержавшемся во время голосования. Объявлен аукцион по продаже права аренды здания «Картофелехранилища», расположенного на улице Степана Степанова. Фирма «Авангард» выкупила недвижимость, находящуюся в ее долгосрочной аренде. И напоследок самое приятное. Собственность городского округа Латкарина передан новый памятник светлейшему князю Александру Чернышеву. Марина Лопаткина, Георгий Саркисян, телеканал «Латкари». 7 сентября горожане вновь вышли на подмогу Латкаринскому лесу и провели очередной общегородской субботник. Более того, стало известно, что теперь мероприятия по очистке и уборке леса от бытового мусора будут проходить регулярно. Общегородские субботники не перестают приятно удивлять своей массовостью. Участников последнего не испугал даже прошедший накануне ночью дождь. В 9.00 горожане, неравнодушные к судьбе нашего леса, организованно дружно и со знанием дела получали перчатки и мешки для мусора. И неудивительно, ведь массовые мероприятия по очистке и уборке леса от бытового мусора проходят в нашем городе не впервые. Весной этого года администрации города было создано муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк Латкарина», отвечающее за их организацию и проведение. Как стало известно, теперь субботники станут вполне привычным явлением, как было когда-то много лет назад, и будут проводиться регулярно, раз в месяц. Поступила к нам телеграмма из министерства, из правительства Московской области за подписью губернатора Сергея Кожигетовича Шайгу. Каждые первые субботы месяца мы будем проводить субботники в нашем лесопарке. То есть это будет носить характер такой, скажем, постоянный, по крайней мере, до дальнейших распоряжений, но до глубокой осени мы будем приводить наш лесопарк в порядок, убирать мусор, почищать все, что осталось, все, что не убрали, все будем убирать. Очищать Латкаринский лес от бытового мусора в пятницу вышли работники администрации, сотрудники муниципальных предприятий, работники заводов, учреждений медицины, культуры и многие другие. Как вы видите, опять мы, скажем так, пригласили всех желающих, кто, скажем так, трудоспособен помочь нам. Все предприятия опять откликнулись, выделили сотрудников своих, то есть силами, скажем так, всего города, силами жителей, опять убираем, стараемся, чтобы все было опять у нас красиво и чисто. Поучаствовать в субботнике призывали всех горожан, откликнулись немногие. Мы давали объявления в газету, давали объявления на официальный сайт. Жители пришли, конечно, не столько, сколько хотелось бы, чтобы пришло, но, тем не менее, да, есть люди, которым небезразлична, скажем так, судьба нашего леса, нашего карьера, поэтому жители приходят, но, к сожалению, пока мало. В этот раз участникам субботника, несмотря на то, что он проводился меньшими силами, все же удалось проделать значительный фронт работ. Они убрали мусор на территории от улицы Лесной, то есть от входа в лес у кафе-бара «Ночь», до карьера «Волкуша». Это не просто очень большой по площади участок. Он один из самых проходимых, а значит, и один из самых загрязненных. Фронт работ мы берем от улицы Лесной и до нашего карьера. Это, скажем так, первый участок. То есть в дальнейшие субботники будем определять другие участки. Я думаю, что будем убираться также и в Зилгородке. То есть это не только «Волкуша». Будем проводить эти, скажем так, санитарные чистки во всех лесах, которые находятся в черте города. К новости о том, что теперь субботники станут явлением постоянным, сами участники мероприятия по очистке леса отнеслись с пониманием. Потому как необходимость в столь частом их проведении, очевидно, есть. Конечно же, все загажено. Весь лес загажен. Только с одного вот этого пятачка сколько мешков собрали. Ну, а оно может быть и хорошо, но может меньше вот таких вот свалок, как сейчас вот разобрали. Здесь даже аж неприятно уже все это. Это просто к людям просьба тоже, чтобы, ну, за собой. Вот пакет даже здесь был, пакет. Ну, сложили бы хотя бы все в пакет. А то нет, весь мусор здесь рядом весь. Просто призвать жителей, чтобы сами немножко соблюдали. Ведь нельзя же так. Сами же потом приходят и в эти неприятные места. Зачем это надо было? Мешки с мусором, собранные за долгие часы работы, сносились к дороге, чтобы техника могла их беспрепятственно забрать. Остается только догадываться, насколько собранного мусора могло бы быть больше, если бы акцию по уборке леса активнее поддержали жители нашего города. Ольга Белозерцева, Александр Тестов, телеканал «Латкари». Ежегодно в День города обновляют латкаринскую доску почета. Какие лица появятся на ней в этом году, расскажет Марина Лопаткина. Лучший из лучших – таков принцип отбора людей, чьи лица на целый год украсят городскую доску почета. Восемь кандидатов, из них, что примечательно, семь руководителей, отличились в областях производства, здравоохранения, образования. Клавдия Гуреева, Андрей Железов, Николай Зверев, Вячеслав Кузнецов, Татьяна Стряковская, Сергей Петров, Вера Румянцева и Анатолий Румянцев зарекомендовали себя как активные, грамотные и целеустремленные профессионалы, работавшие годами для развития нашего города. Латкаринская доска почета имеет и обратную сторону. На ней запечатлены совсем еще юные лица латкаринцев, отличившихся в учебе и спорте. Фотосессии для доски почета проводились в студии телеканала «Латкари» и фотостудии Артура Фитиева. Молодые и умудренные опытом, спортсмены и ученые, они пришли сюда разными дорогами. Конструктор, рисую. Среди изделий нашего предприятия, например, небезызвестный москит, точнее двигатель для москита. Это корабельная ракета, с которой до сих пор не знают, как справятся американцы. У нас были соревнования в мае ежегодные, в которые мы ездим в Москву, в институт физкультуры. Там у нас проходит соревнование «Универсальный марафон». Я туда езжу третий год, иногда часто занимаю там места. Мне бы хотелось попробовать в профессиональном спорте, а в легкой атлетике. У меня есть результаты более-менее нормальные. Также хотелось, если не получится, попробовать, как понять, физико-технические институты или дипломатию. Наше предприятие работает в отрасли оборонной тематики, выполняет оборонзаказ. Этот оборонзаказ нужен нашей стране. В общем-то, вся деятельность предприятия – это обеспечение наших самолетов боевых, авиационными двигателями для защиты наших рубежей. Я думаю, это почетная наша задача, и мы с ней справляемся и будем справляться. Я победила в Олимпиадах по литературе, по русскому языку, мировой художественной культуре, участвовала в конкурсе «Золотой руно». В будущем я планирую поступить в первый медицинский университет имени Сеченова. Ну, пока еще думаю, да. А почему не с литературой? Ну, не знаю, литература, конечно, тоже хорошо, но с детства мечтаю все-таки в медицину пойти. Ну, хочу, чтобы какой-нибудь чемпионат выигрывать, и чтобы Россия как-то поднялась в фигурном катании, потому что у нас чаще всего все чемпионаты, Олимпийские выигрывают кто-нибудь другой, не Россия. Чаще всего японцы выигрывают. Я хочу, чтобы как бы вот это вот уже прекратилось. Потому что, ну, как-то даже чуть-чуть стыдно, потому что столько фигуристов у нас, мало кто вот побеждает. Как себя видишь в будущем? Через 10 лет? Через 10 лет? Я не знаю. Ну, вообще, можно будет, если, если что, вдруг какая-то травма будет сильная, и не получится дальше заниматься, можно будет тренером быть. То есть, а если вот получится все эти спорты, то можно будет дальше продолжать карьеру. Пережиток советского прошлого или дань уважения тем, кем гордится весь город. Опыт показывает, что объединяя самых лучших, городская доска почета остается одной из главных латкаринских достопримечательностей. Памятником трудолюбию, ответственности и инициативности, и ежегодно обновляющимся напоминанием о возрождении Латкарина. Марина Лопаткина, Георгий Саркисян, телеканал Латкари. Уважаемые латкаринцы, предлагаем вашему вниманию афишу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. Площадь ДК «Мир». С 13.00 до 14.00 – торжественное открытие праздника. 15.30 – выступление творческих коллективов города. 19.00 – концерт артистов эстрады. 21.00 – праздничный фейерверк. Парк ДК «Мир» 14.00 – выступление юных инспекторов движения гимназии номер 7 – ротонда. 14.30 – цирковое представление для детей – ротонда. 14.00 – заключительный концерт смотра «Играй гармонь» – летняя эстрада. 14.00 – стритбол, спортивная площадка. Латкаринский историко-краеведческий музей. 12.30 – открытие выставки «Наш край» в годы Отечественной войны 1812 года. Выставочный зал музея. 12.30 – музейная познавательная программа для детей «Путешествие в историю» 1812 год. Парк-музея. Центральная городская библиотека. 10.00 – открытая галерея «Библиоарт», открытие выставки «Город, где для нас начинается Россия». ДК «Центр молодежи». 10.00 – турнир по шахматам. Стадион «Полет», улица Набережная. 10.00 – турнир ветеранов по футболу в памяти Юрия Головкина. Спорткомплекс «Кристалл». С 10.00 до 13.00 – день открытых дверей. 11.00 – турнир по баскетболу. Уважаемые латкаринцы, также информируем вас о том, что в четверг, 13 сентября, движение в районе площади Дворца культуры «Мир» будет приостановлено в связи с репетицией празднования Дня города. В субботу на летней эстраде Дворца культуры «Мир» состоялся концерт авторской песни. «Колокольчик звенит под губой, разлетается в стороны снег, как устал я от вечных погоней, мой родной человек. Слышишь, еду к себе сквозь пургу, подгоняю тони, чтоб коснуться щепу все вблубь-глубь, и обогреть поскорей. И вновь звучит живая музыка. На сей раз на летней эстраде Дворца культуры «Мир» для латкаринцев выступили артисты Дмитрий Вешнев, поэт-музыкант-исполнитель в сопровождении Константина Паникаровского, аккордеон. Дмитрий лауреат первого Московского международного фестиваля авторской песни «Здравствуйте, люди», организованного радио-шансон и бард-клубом «Гнездо глухаря». Первая учебная неделя в школе номер 5 завершилась Днем здоровья. 7 сентября в Единый день здоровья во всех школах Московской области прошли массовые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Не стали исключением и латкаринские образовательные учреждения. В частности, в школе номер 5 пятничные уроки физкультуры прошли в соревновательном ключе. Младшие школьники приняли участие в веселых стартах. Учащиеся седьмых и восьмых классов играли в пионербол. Но самое интересное ожидало старшеклассников. Ученикам девятых и десятых классов предстояло пройти необычные испытания, организованные при участии военно-патриотического клуба «Восход». Стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата Калашникова, плюс традиционные – подтягивания, отжимания, прыжки в длину. Латкарина, ДК «Мир», 18 октября. Сергей Трофимов с программой «Я привык улыбаться людям». Начало в 19.00. Заказ билетов по телефонам 8-495-552-71-32 и 8-495-552-71-63. Тормоза не окажут на спуске, на подъем не заглохнет мотор. И вомчит по ухабам по-русски, дальнобойщик пойдет шагер. А сейчас новости футбола. Напоминаем, что рубрику «Футбольное обозрение» с Кириллом Петровым представляет научно-исследовательский центр Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Наше футбольное обозрение открывает встреча команд «Кристалл» и «Атлетик». На правах одного из лидеров первенства игроки «Кристалла» с первых минут завладели мячом, доставляя его все ближе и ближе к воротам соперника. «Атлетику» досталась роль обороняющихся, с которой ему, откровенно говоря, не удалось справиться. 15 минут потребовалось «Кристаллу» на то, чтобы открыть счет в матче. Свой первый гол в этой встрече забил Илья Сюткин. А через пару минут он же и увеличил счет, пробив дальний угол с левой ноги. На этом «Кристалловские» игроки не остановились, заставив соперника трижды начинать с центра поля еще в первом тайме. После перерыва инициатива перешла на сторону «Атлетика», что вскоре вылил в забитый гол, который был забит с 11-метровой отметки Константином Майоровым. Но разница в три мяча вскоре была восстановлена. Артем Гришкин, так же как и Константин Майоров, оказался точен. Сократить разрыв мог Игорь Морозов, но мяч после его удара попал точно в овратаря. «Кристалл» провел еще одну голевую атаку, тем самым дам всем окончательно понять, кто выйдет с сегодняшней встречи победителем. Илья Сюткин из команды «Кристалл» и Илья Кондриков, защитник «Атлетика», схлестнулись на фланге в борьбе за мяч, в результате которой «Кристалловский» Илья взял верх над тезкой, отдав голевую передачу Кириллу Патрикееву. Доведя число забитых мячей ворота «Атлетика» до шести, «Кристалл» взял паузу, отдав контроль мяча сопернику, чем тот сразу же и воспользовался. Последний гол в этом матче забил Иван Гришин, установив окончательный счет 6-2 в пользу команды «Кристалл». «Набережная» и «Титан» первыми из всех команд вышли на поле в 12-м туре. Как и в предыдущем матче, зрители смогли увидеть множество разнообразных голов, но к разочарованию болельщиков команды «Набережной» все мячи залетели в ворота их любимой команды. Защита «Набережной» буквально трещала по швам от атакующего натиска игроков «Титана». Первым на пути к разгрому выступил Роман Бахров, который передал эстафетную палочку Виталию Веселову. Прорвать серые уголов в одни ворота мог Андрей Дегаев, но его удар пришелся выше ворот. Больше подобных выпадов на свои ворота «Титан» в первом тайме сопернику не позволил. Зато сам провел еще несколько голевых атак, где успели отметиться голами Иван Щербаков, успевший первым на добивании со штрафного, и Сергей Евсеенков, эффектно обугравший на пути к заветной цели защитника Дениса Панкова. Во втором тайме игроки «Титана» продолжили демонстрировать хорошо поставленную игру, результатом которой в большинстве случаев стали голы. Первым во втором тайме отметился Владислав Лобов, забив гол практически в пустые ворота. После забитого мяча последовал ряд нереализованных моментов, конец которым положил Игорь Голденков, нападающий командой «Титан». Именно он оформил дубль в матче. Команда «Набережная» предпринимала все усилия, чтобы забить гол престижа. Но со всеми дальними ударами справился Александр Баскаков. В итоге счет остановился в шаге от двухзначной цифры. Еще больше голов было забито в матче аутсайдеров чемпионата. Первая встреча команд «Арсенала» ниц сама не выявила победителя. А вот в матче второго круга силы, как оказались, были неравными. Давняя проблема в воротарской линии у «Арсенала» дала о себе знать. Первый же гол был забит практически с середины поля. Буквально сразу был забит и второй гол, после которого игроки «Арсенала» всерьез начали осознавать, что возможность заработать хотя бы одну очко в матче уменьшается с каждой сыгранной минутой. Больше остальных партнеров по команде изменить ситуацию к лучшему хотел Андрей Воскобоев, чьи усилия в итоге были вознаграждены. Но, как говорят, один в поле не воин. Еще до перерыва футболистам ниц сама удалось вырваться вперед в счете, причем так явно, что отыграть созданное преимущество игрокам «Арсенала» так и не посчастливилось. После перерыва «Арсенала» еще не раз приходилось начинать с центра поля. Игра разделилась на эпизоды. Опасных моментов по сравнению с первым таймом стало гораздо больше. Это объясняется тем, что обеим командам было уже нечего терять. Все в игре было решено. С явным преимуществом, которое в большинстве случаев воплощалось в голы, победила команда «Ниццам». Но эту победу решением Латкаринской федерации футбола аннулировали, так как тренер «Цамовской» команды допустил ошибку в матче, выпустив на поле незаявленного игрока. В итоге три «Ашка» были заработаны командой «Арсенал». Кирилл Петров, Александр Тестов, телеканал «Латкарин». На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkari.ru. Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду в 20.00 и каждую субботу в 14.00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...